всем привет вы на канале тренер хапаев сейчас я хочу сделать акцент на времени ну на количестве времени которые вы должны уделять своим тренировкам я говорю про коксоартрозников прогона артрозников про сколиозников ну поскольку я сам болею коксоартрозом и у меня был инфаркт сустава на левой ноге где мне отрезали кости вставили туда сустав эндопротез а на правой у меня более 12 лет находится коксоартроз второй степени и он мне не мешает жить я имею какое-то суждение потому что за моими плечами еще находится группа большое количество людей там в общей сложности за пять лет прошло наверно полторы тысячи человек я знаю с чем сталкиваются люди коксоартрозники с разными своими историями у кого-то сложно у кого-то простое но в чем проблема проблема в том что когда я говорю что тренироваться надо много у людей возникает следующий вопрос когда работать понимаете сам вопрос абсурден сам вопрос абсурден потому что если у вас хроническая боль но на давайте сегодня разберем боль в паху ну поскольку у нас сустав находится вот внутри они не снаружи некоторые путают большой вертел с суставом то есть боль в большом вертеле не говорит о том что у вас коксоартроз или асептический некроз здесь может быть тенденит здесь могут быть какие-то растяжения воспалительные процессы связаны с ягодичной мышцей и не обязательно что у вас коксоартроз хотя он может и давать последствия туда так вот мы разберем сейчас укороченную прямую мышцу которая крепится вот здесь передние ости вот эти красивые косточки на тазе впереди да и идет через всю ногу по прямой линии через коленную чашечку и прицепляется берцовой кости то есть двухсоставная мышца которая ну пропадает пропадает то есть она сокращается потом она вообще пропадает особенно у людей которые не тренировались никогда этот эффект происходит очень быстро на глазах так вот сколько нужно тренироваться вот допустим вы выяснили что где находится эта прямая мышца что она у вас сокращена почему она сокращена напоминаю вчерашний посмотрите вчерашнее видео потому что вы ходите вот в таком состоянии то есть у вас напряжение нездоровая у вас нарушена биомеханика движения у вас статичное напряжение постоянно идет на прямую мышцу ну допустим вы час позанимались вы уже четко знаете что прямую мышцу надо растягивать через выпады что можно лежа растягивать выгибаться там можно пассивную растяжку делать на кровати опустив ногу вниз вы набрали кучу всевозможных приемов для того чтобы растянуть эту мышцу вы можете массажером это делать снимать болевые ощущения по прямой мышцы вы уже собрали какой-то материал и занимаетесь и действительно вы чувствуете что ваша прямая мышца начинает потихонечку отпускать во всяком случае во время тренировки во время получасовой часовой тренировки вы чувствуете что прямая мышца начала ну отпускать вот эта боль пропадает потому что кровоток усилился что мышца под воздействием нагрузки растянулась и вы с этими ощущениями заканчиваете тренировку и все здорово но все прекрасно позанимались утром пошли на работу пошли внука в детский сад полили и через 20-30 минут но через час вы начинаете испытывать опять эту боль опять эту боль причем вам близкие говорят давайте ну давай работу поменяй давай будешь дома сидеть так как я буду дома сидеть ну давай я сегодня внука там поведу сам там в садик дать посиди дома ну там уж жене говорит там дед бабки нет нет мне нужно ходить вот это опять идиотическое понимание что кто-то вам сказал внушил эту дурацкую мысль что при как при коксоартрозе надо много ходить и вот вы пошли и у вас через полчаса но через час боли возвращаются то что вы сделали хорошо для мышцы вы ее через час уничтожили опять там своей ходьбой своим стоянием когда вы моете посуду статичное напряжение да потому что вы начинаете терять контроль потому что кроме прямой мышцы существует куча других мышц которые с которыми нужно работать хватит ли одного часа для того чтобы проработать все мышцы по кругу плюс еще надо знать да какую напрячь какую растянуть и вы через час у вас появляется боль тот кто правильно все понимает через час начинает опять растягивать эту мышцу опять начинает растягивать опять он делает 30-15 минут тренировку и растягивает эту мышцу силовом режиме или в пассивном все все эти нагрузки можно менять периодически массаж он делает через массажный ролл или там электромассаж или миостимулятор подключает неважно но он работает закончил работу нормальный человек по дому ходит делает какие-то необходимые вещи но не он не идет на лесоповал понимаете он не идет разгружать говяжьи туши на грузчиком он не идет мыть подъезд там с девятого этажа до первого он болен он болен через час даже хождение по комнате у него возникает опять будет и нормальный человек понимающий начинает опять с ней работать и в день он делает так 56 подходов понимаете не час тренировки в день а а пять часов в день условно говоря пять часов из тех двадцати четырех часов которые вы бесконтрольно не можете контролировать свое состояние вы не можете я может быть немножечко утрированно рассказал да но если вы из этих пяти часов возьмете хотя бы два часа но не час уже в понимание себе что работать с больной ногой нужно постоянно но не уничтожать ногу за счет там я знал очень много идиотов я знал одного идиота который постоянно растягивал мышцы постоянно и он добился ну шикарного результата он растянул себя при коксартрозе двухсторонним при асептической микрозе он растянул себя в поперечный шпагат но при этом он ходил на костылях понимаете то есть растяжение это расслабление он вот у него навязчивая идея была что он растянет себя и у него болезнь отойдет что он думал что растянутая мышца это здоровая мышца то есть он пошел в одном направлении я знаю других идиотов которые начинают там по 10 тысяч шагов прохаживать понимаете четко там в определенное время и он говорит а я получаю наслаждение я там через три тысячи шагов у меня начинает идти кровоток я перестаю чувствовать боль ну хромота то никуда не делать то есть вы ходите продолжаете с неправильной биомеханикой убивать и разрушать свой сустав вот в чем проблема не знаю донес я вам что-то полезно или не донес ну вам решать если вы хотите со мной тренироваться ссылку я дам внизу всегда я говорю в каждом видео что ссылка вот в обсуждении под видео есть ссылка куда вы мне можете написать и каждый раз после этого видео у первый вопрос который задают как вам как с вами связаться то есть я понимаю что человек видео не смотрел до конца может начало посмотрел и бросил все спасибо за внимание живем без боли хорошего дня выходные сходите в баню